Леониду Филатову исполнилось 32 года, когда зрители увидели его в главной роли. Почему так пусто? С такой-то внешностью прямая дорога в кино. Северный он ждал, что его час, пока он был в силе, он все время ждал этого часа. Ленечка любил кино без взаимности. А когда, наконец, с экипажем Филатов набрал высоту и добился признания, ему захотелось этот успех закрепить. Я все люблю, где он играет. От маленьких ролей до больших. Я-то вообще считал, что Леня выдающийся комедийный актер. Он был разноплановый актер. Казалось, ему все давалось играючи, легко и непринужденно. За этой легкостью изнурительная, изматывающая работа до самого конца, до самосожжения. И в этом был высший пилотаж Леонида Филатова. Нормально. Проверили справа. У нас вылез. Проверили справа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вообще-то в детстве он мечтал стать поэтом. Дар к сочинительству. Проснулся в нем рано. Казалось бы, откуда? Вырос в рабочей семье. Когда мальчику исполнилось 7 лет, родители развелись. И мама с 7-летним сыном уехала к дальней родне в Ашхабад. Здесь-то, будучи школьником, Леня начал печататься. Литературный дебют поэта Филатова состоялся в молодежной газете. Но в 10-м классе его черт попутал. Решил поступать во ВГИК. На режиссерский. Провинциальный парень из Ашхабада поехал в Москву с полной уверенностью, что будет принят. Это я. Профиль и фас. Перемены разительные. Правда, уши и нос те же. А вот в остальном цвет глаз, например, совершенно другой. И рост. В росте я прибавил. Впрочем, это не прибавило мне уверенности. Леня по природе своей не режиссер. Он по природе своей актер. Актер выдающийся, потрясающий. Режиссер ли Леня? Режиссер. Режиссер? Правильно, правильно. Режиссер. Но неправильно. Вот такое у меня ощущение. Вот у меня такое ощущение, что и в режиссуре он каждый раз перед всеми актерами извинялся, что я это делаю. Ну, извините, потому что вот и так далее. Он не был в себе уверен. Не был. А мне кажется, что режиссура, и в отличие от актерства, она требует наглости некоторой, которую Леня не обладал. Попытка стать режиссером не удалась. Но и домой возвращаться он даже не мыслил. Кто-то из друзей посоветовал пойти на актерский факультет в Щуку. С моей-то рожей отвечал. Ждут, не дождутся меня в Щукинском училище. Насчет своей киногеничности у него всегда были большие сомнения, если не сказать комплексы. Он казался себе длинноносым, некрасивым типажом. И поэтому он с гримершей тщательно отделывал свою физиономию. Даже став после экипажа кумира, Леонид Филатов с ирони относился к титулу секс-символа, который ему присвоили зрители. Худой, злой, больной. Какова страна, таков и секс-символ. Однако напрасно комплексовал. Ну, в него влюблялись по экрану. Ну, конечно, он был такой усатый, красивый, такой отважный, с пороком. Как всегда любят порочных немножко мужчин. Супер, наверное, всегда с каким-то, должны быть, изъяном. В смысле? Скромненько играйте. Можно я вас поцелую? Это вы-то с такими усами. А при чем тут усы? Усы – это не показатель. Сейчас многие носят усы. Вот хотите и верьте, хотите и нет, Леточка, но у меня ведь очень небогатый опыт, в смысле общения женским полом. Я заметила и оценила. Ну, во-первых, хорошая школа, вахтанговская школа, замечательная школа. Он мог играть и героев, и негодяев, и наверняка, и характерные роли ему удавались. Блистательный актер был. Ну, тут, знаете, не прибавить, не убавить, что называется. После училища перед Леонидом Филатовым стал выбор. Либо пойти на Таганку к Любимову, или уехать в Питер, в Райкинский театр миниатюр. Уж больно мэтру советской эстрады понравилась пьеса, которую он написал для дипломного спектакля Щукинского училища. Ленечка уговаривал его Аркадий Райкин. Я вам предлагаю в моем театре писать, играть, то есть делать все, что захотите. Он во всех отношениях был талантлив. Он был талантлив еще просто как человек. Это даже представить невозможно, какое-то было удовольствие вот его слушать. Он был необыкновенного баяния, ума, интеллекта, остроумия. При этом он еще как прекрасный актер мог еще сыграть что-то тут же. Это одно из самых ярких впечатлений в моей жизни вот осталось. Преодолев соблазн, Филатов предпочел Таганку, где вскоре сыграл роль ведущего в спектакле по роману Чернышевского «Что делать?». После чего Фортуна словно отвернулась от Филатова. По разным причинам он не сыграл интересные роли, которые ему предлагал Любимов. Его судьба театральная, хотя он театр обожал. И Таганку он обожал абсолютно. Но мне кажется, его судьба не сложилась в театре. Ему не досталось тех ролей, которые он мог сыграть. Филатов по этому поводу не роптал, не выказывал премьерских амбиций. Он оставался преданным театру, гордился его громкой славой. Каждый вечер аншлаг, переполненный зрительный зал, на сцене которого блистали Владимир Высоцкий, Валерий Золотухин, Алла Демидова. «Французский сон, с обилием времен, где в будущем не так, и в прошлом по-другому. К позорному столбу я пригвожден, барьеру вызван я, языковому». А каких поэтов собирала в то время Таганка? Ахмадулина, Евтушенко, Прождественский, Вознесенский? Филатов был не только с ними знаком. На каждого сочинил пародии. Таганка, девочка, пижонка, дрянь, что ж ты наделала? Ты только глянь об акалипсис. Всея, Москвы, толпа, оскарившись, крушит замки, даёшь билетики, а им в ответ билетов нету тебе физкульт. Привет! Он же не просто поэт, он не просто писал стихи, он же был изумительным пародистом. Я говорю, он многогранен, действительно. Он обцелован был, по-моему, Господом Богом и наделён многими талантами. Когда Лёня начинал читать пародии, то Высоцкий, Золотухин, Медведев, Шаповалов, Даховичный, все, кто участвовали, приникали к кулисам, слушали заново и любовались Филатовым, который это исполнял. Вот начало фильма. Дождь идёт, муха вдоль по улице идёт. Крупный план, усталый профиль мухи. Ей за 30 лет, она не в духе. В том, как она курит и острит, чувствуется скепсис и гастрит. Дальше в фильме вот что происходит. Муха в луже денежку находит. Крупный, невозможно крупный план. В голове у мухи зреет плак. Лёне вообще, я говорю, уникальное явление. Почему-то я всегда говорю, таких больше нет. Найдите вот такого артиста, который вот был бы и поэтом, и артистом прекрасным. А сколько он написал пьес в стихотворной форме. Так, добавим, писал стихи. Так на одном дыхании сочинял свой знаменитый сказ про Федота Стрельца. Рядом с театром на Таганке был такой-какой-такой типа артистическое кафе. Мы с ним сели, и он мне опять читал стихи. Это был целый вечер, он мне читал. Читал, было безумно интересно. И вот эти его руки, вот эти сигареты. Давай, значит, послушай. Слушай, значит. И он стал мне читать сказку. Вот эту замечательную сказку. Ну-ка, снянька, подь сюды. Принимайся за труды. Рви из темечка волосья, те, которые седы. А какие не седы, те расчасывай в ряды. Да полегши гребешком, то у меня там не сады. Няенька, что ж чесать-то, старый черт, коли лысину печет? У тебя ж тут каждый волос надо ставить на учебу. И на кой тебе нужна в этом возрасте жена? Ведь тебе же, как мужчине, извиняюсь, грошь цена, царь. Хаш-волосьев я лишен, а жениться я должен. Шах персидской тоже лысый, а имеет сорок жен. Я ж хочу всего одну завести себе жену. Не ж ты я в интимном смысле и одну не потяну. Я открыл рот, причем все еще, она не была напечатана, какие-то куски, причем он играл это из-за стрельца, из-за всех, из-за всех этих персонажей. Мне безумно понравилось. Я говорю, Леонид, давай еще, еще, еще. Пробовал свои силы Филатов и на эстраде. По просьбе Леонид Ултесова написал несколько песен для его оркестра. А вот кино ему никак не давалось. Пошло время, началась жизнь прекрасного киноактера Леонид Филатов. А потом было много всего другого, потом его очень полюбили, Ильдар Рязанов его замечательно снимал, Сережа Соловьев замечательно снимал и очень дружил с Леонидом. Ну и, наконец, наш общий друг Александр Митта, который сделал очередную инновацию. Эта картина стала настоящей сенсацией. В эпоху застоя первый советский фильм-катастрофа. Супермен и плейбой, бабник и ловелас. Таким Филатов был в экипаже. А за кадром, в реальной действительности, он застенчив и робок. Ведь очень многие актеры придумывают свою роль, да? Здесь так, здесь так, тут развитие, тут такой поворот моего героя, да? А мне кажется, Леонид, когда играл, он сам не знал, что будет в следующее мгновение. Он все время искал в каждой своей роли ежесекундно, да? Вообще такой человек был сомневающийся во всем и очень скромный, и очень такой, как будто бы он все время было чуть-чуть неловко, да? Ну, в жизни он такой был. Я его очень хорошо знала. Знала бы публика, как нервничал обожаемый Еве актер на съемках постельной сцены, в отличие от его очаровательной партнерши Александры Яковлевой. Он согласился раздеться только до пояса. Брюки актера были упрятаны под простыни. Понимаешь, есть мужчины, которые однажды женятся и живут так, до самой смерти, и дай им Бог счастья, а есть другие, есть такие, которые никогда не женятся. Да, хоть ты их режь. Я как раз из таких. Ну, то есть, я не буду врать, я, конечно, влюблялся и не один раз, и очень серьезно. Очень серьезно. Но я никогда никому ничего не обещал. То есть, я знал, семья это не для меня, это не мое, другие так могут, я так не могу. Я никогда никому ничего не обещал, зато никогда никого не обманул. Ну, так это же мне в тебе и понравилось. Твоя независимость, твоя современность. Между прочим, роль штурмана Скворцова сначала предложили сыграть Олегу Даль. Но когда стало известно, что Даль не сможет сниматься из-за плохого самочувствия, Митай обратился к Филатову. Алло. И на главную роль в фильме «Избранные» Филатов тоже попал случайно. Режиссер Сергей Соловьев, приступая к съемкам этой картины, не только с ним не был знаком, даже экипажа не видел. Должен был сниматься не Филатов, должен был сниматься Кайдановский. И с Кайдановским мы сняли весь объем вообще подготовительных проб и на кино, и на это. Это была же тоже странная история, потому что это была любимейшая работа Леонида Ильича Брежнева. Оказывается, фильм снимался по роману президента Колумбии Альфонса Лопеса Микельсона. Об этом он лично договорился с советским генсеком Леонидом Брежневым. Поэтому работа шла как по маслу. Мгновенно исполнялись любые прихоти киногруппы. И уже там, в Колумбии, вдруг пришла какая-то шифровка в посольство. И в шифровке было написано «Кто угодно, только не Кайдановский». Нет, не будет сниматься Кайдановский. А кто будет сниматься? А называйте любого актера. Вот кого вы назовете, тот и будет сниматься. Тем не менее, по сценарию, главный герой – абсолютный буржуа, коих в советском кинематографе по понятным причинам было не очень много. Я лег, значит, у себя в номере, обратив очи к потолку и стал вспоминать всех актеров, которых я вообще в жизни видел. И через сутки лежания, по-моему, у меня в голове вдруг возник не актер, а реплика. Мы взяли одного мальчишку, имеется в виду, любимого взял в театре на Таганке. Сто процентно белогвардейской внешностью. Я стал мучительно вспоминать, кто он такой, потом вспомнил фамилию, случайно вспомнил, про кого говорили – Филатов. И вот я уничтожен вторично. Теперь уже здесь. Ты пойми, случилось самое страшное. У нас нет больше будущего. Война окончена, сейчас поднимут архивы, все откроется, меня вздернут. Меня вздернут. А я так мечтал о вас. О тебе, о Габриэле. О нашем доме. О мире, в котором по утрам поют птицы. Ничего этого больше не будет. Между тем, кое-кто из завистников Филатова посчитал, что тот поехал в Колумбию за длинным рублем. Ничего подобного. Он проговорил на телефон весь гонорар. Все деньги он спустил на международный переговор. Он все время орал – «Нина, Инна, Инна, Инна!» «Что они говорят? Яд, яд, яд! Глупости, упости, упости, упости!» Вот так улетал его гонорар. И он улетал только на выражение сердечного чувства Лёни к Нине. В жизни Филатова в это время была одна страсть. Одна единственная женщина. Нина Шацкая. Актриса театра на Таганке. Такой подарок. Это был подарок, я не знаю, судьбы. Господа Бога, мне за что? Только я не понимаю, за что. Это было счастье. Это счастье – общаться с Лёней. Мы же общались с ним. И иногда бывали такие периоды, когда мы общались и утром, и днём, и вечером, и ночью. Без конца. И нам было всегда очень хорошо. В театре на Таганке она слыла красавицей номер один. В знаменитом спектакле «Мастер и Маргарита» именно Нине Шацкой доверил Юрий Любимов за главную женскую роль. Это был единственный спектакль, где я не играла. Где я проживала свою собственную жизнь. Свою жизненную ситуацию. Потому что мы тогда не были ещё с Лёней вместе. И поэтому это был душераздирающий крик отчаяния. Я так думаю, что моё желание соединиться с Лёней было сильнее желание Маргариты соединиться с мастером. Это красивая история любви, чьей-то неведомой волей была перенесена со страниц романа в реальную московскую жизнь. Когда мы только-только познакомились с Лёней, нам негде было встречаться. О наших отношениях в театре никто не знал. Долгое время. Долгое время. И, конечно, нам приходилось скрываться, потому что он был женат, я была замужем. В театре Филатов, как правило, появлялся рано, чтобы увидеть, как Шацкая идёт в гримерную. Ему, однако, вспоминает Нина Сергеевна, не удавалось изображать равнодушие, делая вид, что между ними нет никаких отношений. Когда-то кто-то заметил, что, говорит, Лёня ходит за Шацкой, как будто ею дышит. Что-то такое было. И он, кстати, приходил на спектакли заранее, чтобы увидеть, как я прохожу, прохожу мимо там гримцеха, гримерного цеха. Он всегда её копировал, показывал, как она идёт, как она наклоняет голову. И это было очень приятно, потому что вот такое тёплое чувство, которое он не скрывал, и такая была любовь. Ещё мы встречались на Нижегородке, на Нижегородской улице, уходили куда-то далеко, чтобы, не дай бог, нас кто-нибудь не увидел. И там я просила Лёню, чтобы он со мной общался стихами. Долгий служебный роман закончился как раз после возвращения Филатова из Колумбии. Только в сентябре 1982 года они перестали скрывать свои чувства. Лёня, как муж, это было такое счастье в моей жизни. Я, в общем, человек невезучий, но это такое было везение. Мне так повезло в жизни. Так мне с ним повезло. Выкладываться в полную силу. На всю катушку, на 100%, едва ли не главное его, Филатова, качество. Всё подчинялось делу, которым он занимался. Ничего другого не существовало. Вот он всю жизнь побеждал. Вот он всю жизнь, ну так, наверное, актёрская жизнь, всё время мы боремся за своё существование на сцене, на экране, в жизни. Шацкая с Филатовым прожили 21 год в любви и согласии. Не часто встретишь такую семейную идиллию, особенно в актёрской среде. И в творческой жизни Филатова наступил самый счастливый период. Наверное, нет нужды представлять этого актёра. Он широко известен по многим фильмам. Сегодня Леонид Филатов снимается на киностудии «Мосфильм» в картине «Успех», которую ставит режиссёр Константин Худяков. Фильмы с его участием один за другим выходили на экран. Только с 1981 по 1983 годы актёр снялся в 12 картинах. За что бы ни брался, в какой бы ни снимался картине, никогда и нигде не был одинаковым. Мне очень нравится его роль у Карена Шахназарова «Город зыро», где у него почти нет текста, и он только на крупных планах его мимикрии, значит, удивление в разных ситуациях. Везде удивляется очень по-разному. Но странное дело. И в этот фильм Леонид Филатов попал по воле счастливого случая. Молодой, но же успешный режиссёр Карен Шахназаров долго не мог найти подходящую кандидатуру на главную роль. Это было, извините за банальность, в ресторане «Дома кино». Я вдруг увидел Лёню, который за другим столиком со своей супругой, с Ниной Шацкой, там ужинали. И я помню, что меня как будто осенило. Мы не были с ним знакомы. Я просто подошёл к столику и предложил ему засняться в фильме. Он так несколько полкаш, наверное, шокирован таким неожиданным поворотом вечера. Ваш чай и десерт. Какой десерт? Я ничего не заказывал. Не беспокойтесь, это в счёт не входит. Просто маленький презент от нашего повара. Что это? Торт? Так произошло, вот он в эту роль попал. Я думаю, что никто лучше бы не сыграл. Он, на мой взгляд, замечательно сыграл эту роль. В этом вообще какая-то есть закономерность, когда ты работаешь с большими артистами. Потому что большой артист – это большой художник. Он привносит в картину нечто такое, нечто большее, чем ты, как режиссёр, мог и сценарист, можешь предположить. Я Лёню настолько люблю как актёра, что где бы он ни работал, будь то спектакли, фильмы, его чтения, я сижу и смотрю как завороженная, потому что он по себе настолько необыкновенен именно своим внутренним миром, взглядом, юмором. И интересно за ним следить. Он такой нетравиальный. Он везде блистательный, везде такой загадочный, я бы сказала. Он в жизни тоже был загадочный. В нём была какая-то такая тайна, нераскрытость. Он не открывался, он был очень внимательным, он был интеллигентным, он очень остроумным, шутил, читал свои стихи. Но в нём была такая тайна. Филатов мог быть следователем и законченным убийцей, учёным из НИИ и карточным шулером. И образы его получались объёмными, состояли из множества красок. То резкий, то деликатный, то взрывной. Была у него ещё, на мой взгляд, потрясающая работа. И вообще фильм сейчас подзабытый, но тогда он был очень популярный. Это фильм «Грачи», где он играл главаря этой банды. Это, кстати, одна из первой, может быть, такая советская картина, криминальная, где бандиты, причём такие бандиты, бандиты-бандиты, где они живые люди. Витя, я прошу тебя. Я прошу тебя. Сделай так, чтобы я забыл это всё. Ты слышишь? Шурка, Шурка, Шурка. Всё будет хорошо. Я тебе обещаю, ты мне верь. Главное сейчас не расслабляться. Держись. Ты меня понял? Да. Ну и отлично. Вспомним «Успех» – историю молодого театрального режиссёра, который однажды покинул столицу, чтобы на провинциальной сцене поставить чеховскую «Чайку» так, как никто не ставил. Не работа – часть жизни, а жизнь – часть работы. Кредо героя, как, впрочем, и самого Филатова, не всем по душе. Из-за этого у него постоянно возникают проблемы. То ссора с университетским другом, то умирает актёр, отстранённый от роли, то именитая актриса угрожает сорвать премьеру. Я вас умоляю. Я столько слышал этих разговоров. Это Чехов, это не Чехов. А что вы знаете про Чехова? Вы что, разговаривали с ним лично? Он рассказал вам, как ставить эту пьесу? Да вы почитайте его письма. Я, например, уверен, что Чехов нас одобрил бы. Всё ясно. Зинаида Николаевна, сядьте, я вас не отпускал с репетиции. Что? Я не знаю, как у вас в театре, но там, где я работал до сих пор, артисты, прежде чем уйти с репетиции, спрашивали разрешение у режиссёра. Я не вижу здесь режиссёра. Только в конце фильма артисты театра начинают симпатизировать режиссёру, радуются его успеху. А интересно, согласилась бы Лариса Удовиченко служить в театре, если бы им руководил такой режиссёр, каким его изобразил Филатов? За талантом, конечно. Потому что режиссёр может быть провокатором. Для того, чтобы получился результат и интересный спектакль, режиссёр имеет право на провокацию. А хотел бы в таком театре поработать Карен Шахназаров? Да, 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 да. Хотел бы, конечно. Он создал очень ёмкие, очень интересные образы. И во многом он создал... Ну, он много от себя, конечно. Он и был таким. Филатову, говорят, очень нравилась эта роль. Потому что когда-то, в молодости, он и приехал в Москву, чтобы стать режиссёром. Он был бы очень хорошим режиссёром. Если бы мне сказали, Александр Сергеевич, мы вас приглашаем сниматься у Филатова. Лёня, я говорю, господи, конечно. Без всяких предварительных, так сказать, условий. Конечно. Конечно. Леонид Филатов был прекрасным актёром, непревзойдённым пародистом, романтиком и одним из тех редких людей, кто умел дружить, ценить дух творчества, дорожить актёрским братством. Неудивительно, как остро, с какой болью и горечью воспринял он известие о вынужденной эмиграции Юрия Любимова. Основателя Таганки лишили не только должности, но и гражданства. Шеф полежает гражданство, сюда присылают нового главного. Сценарий уже давно утверждён. Нет, позвольте. Мы, между прочим, не стадо овец. С нами обязаны считаться. Не может быть такого. В этой стране всё может быть. Перипетии этой драматической истории нашли отражение в первой режиссёрской работе Филатова «Сукины дети». Едва опальный Любимов покинул страну, как на Таганку пришёл известный режиссёр Анатолий Эфрос. Пришёл с начальством и высадился, как десант. Кому такое понравится? Поэтому Таганка встретила Эфроса в штыки. Вы предлагаете мне осудить Рябинина публично? Нет. Во всенародных шабашах я не участвую. О, Елена Константиновна, что за формулировки? Всенародные шабаши. Вы высказали свою точку зрения. Эта точка зрения каким-то образом совпала с точки зрения большинства. А что ж тут дурно вот? Да нет, дело не в большинстве. Просто своим мнением я поддержу ваше мнение. А поддерживать вас, на мой вкус, аморально. И Филатов тогда хлопнул дверью, отказавшись от роли в спектакле, который ставил Эфрос. Он перешёл в современника. Это был жест не против Эфроса как творческой фигуры, а вот против этого его вроде бы поступка, что он занял место любимого, вроде он должен был отказаться, но потом он переживал по поводу того, тем более Эфрос вскоре после этого умер. В апреле 1986 года на вечере, посвящённом 30-летию современника, Филатов исполнил куплеты собственного сочинения. «Наши дети мудры, их нельзя удержать от вопроса, почему всё случилось не эдак, а именно так, почему возле имени, скажем, того же Эфроса будет вечно гореть вот такой вопросительный знак». Кстати, вот в истории с Эфросом, то, что он потом каялся, он говорил, это мой характер, а он был максималист, он мог быть очень резким, порой он бывал резким, но всё дело в том, что он никогда не бывал злым. Смерть Эфроса в январе 1987 года потрясла Филатова. Актёр нашёл себе мужество, чтобы покаяться. Но не должен был я себя так вести, хлопать дверью, писать обидные стихи. Анатолий Васильевич сделал маленькую ошибку. Будучи близким другом театра и любимого, ему нужно было подождать немножечко, чтобы сами актёры пришли и попросили его прийти. А он пришёл назначенным. От этого началась буча, как так, что, где. Картина Филатова «Сукины дети» вышла на экраны, когда на дворе стояла другая эпоха. И возвратившийся в Москву Юрий Любимов уже конфликтовал не с властью, а со своими актёрами. «О нашей профессии много картин есть, но вот это, пожалуй, наиболее вот такая вот убедительная, и она не только об актёрах, она, самое главное, о том времени, в котором мы жили». И сам Филатов замечательно выступил в роли чиновника от культуры. Но главное, показал высший пилотаж в режиссуре. «Картину снял в рекордные сроки за 24 съёмочных дня без выходных». «Если бы он дальше работал, мне кажется, что из него вышел бы очень самобытный, своеобразный режиссёр, и наверняка его картины были бы в общем заметны и стали бы значительной частью вообще нашей культуры. Мне кажется, все возможности были. Но он вообще был необыкновенно талантлив. «В ночь перед бурею на мачте горят святого Эльба-свечки отогревают наши души за все минувшие года, когда воротимся мы в Портленд». А в картине «Из жизни начальника уголовного розыска Леонид Филатов неожиданно для себя запел. Правда, поначалу, прочтя сценарий, он прямо заявил режиссёру «Делайте, что хотите, но петь не смогу. Нет у меня вокальных способностей». Сколько человек сомневающийся во всём, а в себе больше всего, то ни танцевать, ни петь, ни что-то по-новому себя пробовать. Это нужно просто, вот как говорят, надо было давать много пинков для того, чтобы его заставить что-либо сделать новое, потому что ему всегда казалось, что это будет некачественно. Ну, он сказал, ну попробуй, тебя же никто не заставляет, нам важно услышать твой тембр. Он говорит, если только услышать мой тембр, я легко это сделаю. И он напел эту песню. Просто напел, чтобы был его тембр. сказал, замечательно, мы это оставляем. И в кино герой Леонида Пилатова не жалел себя. До последней секунды, до последнего кадра он тратил свою киношизнь на борьбу с несправедливостью, подлостью, жертвовал собой и всегда шёл до конца. Если певчую птичку зажать в кулаке, она, естественно, задохнётся. Если ослабить кулак, она станет трепыхаться и вырываться на свободу. Но если раскрыть ладонь, то ей незачем будет улетать. Она будет петь. И в этом смысле... Леонид Кемёнов, что с вами? Поистине горькая ирония судьбы. Финальная сцена фильма станет репетицией того, что случится с актёром через полтора десятка лет в октябре 2003 года. Мама актёра Клавдия Николаевна считала, что ролью в забытой мелодии для флейты он накликал себе беду. Рассказывала, когда герой Филатова падал, хватаясь за сердце, сразу выключала телевизор. Филатов, можно сказать, дважды переживал клиническую смерть. Сначала в фильме «Забытая мелодия для флейты», потом в жизни, когда ему делали сложнейшую операцию. И в том и в другом случае его спасала любовь с женщиной. В реальной жизни это была, конечно же, Нина Шацкая. Нам было просто сердечно, трогательно видеть эту семью. Как Нина как просто, нежно и по-деревенски, и по-старорусски она опекала каждое его движение. Это вообще случай нравственного, морального, душевного, христианского благородства. Скорая увезла актера в больницу с подозрением на инсульт. Только никакие лекарства не принесли облегчения. Жене сказали, что дни его сочтены. К счастью, вмешался Леонид Ермольник и, не раздумывая, повез Леню в НИИ. Там-то и определили, что дело не в инсульте, а в почках. Их удалили и Филатова поставили в очередь на донорский орган. Больше двух лет я жила вместе с ним. То есть, были две кровати в маленькой, в маленьком, такой, в маленьком боксе. Я почти не выходила на улицу. Была с Леней. После сделанной в 1996 году операции по пересадке донорской почки Леонид Филатов прожил еще шесть лет. Вел передачу, чтобы помнили. Занимался литературным трудом. Хоть и работал из последних сил, но так же, как прежде, сгорал и выкладывался до конца. По-другому он жить не умел. Я ему очень благодарен за то, что он сделал блистательную передачу, чтобы помнили. Потрясающая передача. Он ее делал до того, как эта болезнь его подкосила. И потом все-таки он находил в себе силы. И он делал. И теперь эта передача переросла в какое-то другое качество. Смотрите, как. Уже на исходе осень и живой Василькин. Чудно. А теперь Нина Сергеевна Шацкая приходит сюда, чтобы поклониться своему Лене. Подходит к бронзовой скульптуре. Филатов в домашнем свитере во весь рост, как живой. На прощание она укладывает Васильки. Редкие цветы для позднего времени года, но зато его любимые. Головой склоняясь до самого тына. Головой склоняясь до самого тына. И лицедей, и сказочник, и парадист, и лирик, и поэт, и режиссер. Друзья до сих пор не знают, кем все-таки был в первую очередь Леонид Филатов. Я бы не хотел говорить слово был. Он ушел от нас как человек, но как артист он жив, и он будет жить до тех пор, пока будут живы его картины, в которых он снимался. Конечно, Леня продлил Господь ему жизнь, он бы показал блеск. Там столько было уже накоплено всего. Это была везде высокая планка. Это был высший пилотаж, конечно. Он не летит к жизни, на миг воздержись. Уж лучше ты меня, калечи, пытай и мучай. Пусть будет все, тюрьма, болезнь, несчастный случай. Я все перенесу. Он летит к жизни. Редактор субтитров Корректор А.Егорова